Что сказал Арсений? На самом деле, конечно, здесь написано довольно кратко, но смысл-то абсолютно четкий. Даже можно ничего не писать. Смысл вот в той картинке. Если у нас есть интервал размера дельта пополам, смотрите, какая логика, берем положительное число дельта, делим его пополам. Получается интервал от минус дельта пополам до дельта пополам. А дальше говорим, что бесконечно много членов последовательности у нас находится здесь. Согласны? Потому что если бы там было только конечное число членов последовательности, то она вся лежала бы вне этого интервала, и значит число дельта пополам отграничивало бы последовательность. Понятно? Если мы берем такой интервалчик, то посмотрите, что у нас происходит. У нас происходит очень важная вещь. Если бесконечно много членов последовательности там, то на самом деле вся фундаментальная последовательность, начиная с некоторого места, лежит на этом интервале. Почему? А вот потому что, написал Арсений, если разности членов соседних у нас меньше, чем дельта пополам, и при этом бесконечно много из них меньше, чем дельта пополам, ну вот, например, БМ-ная будет меньше, чем дельта пополам по модулю, то тогда БМ-ная, понятное дело, будет меньше, чем дельта. Понимаете? Неразность треугольника. И значит, вся последовательность, начиная с некоторого места, лежит в этом интервале. Большой. А? Большой. Мы ему доказали. Последовательность отграничена от нуля. Теперь нужно объяснить, почему, если такая левая у нас есть, почему теория верна. Если есть две фундаментальные последовательности, и при этом так, что знаменатель не стремится к нулю, то частная обязательно является фундаментальной последовательностью. Смотрите, что... Можно сказать, что обратная является фундаментальной. Да. Обратная является, а поэтому мы можем воспользоваться теоремой предели, да? Произведения. Теоремой предели произведения. Ну, хорошо. Докажите, что обратная является фундаментальной последовательностью. Ну, она ограничена. Сейчас. Поскольку последовательность отграничена от нуля, то обратная ограничена. Согласны? Да. Отлично. Ну, кроме ограниченности, еще что-то надо? Что-то еще нужно? Это металленность. А давайте попишем неравенство. Единица, деленная на bm, минус единица, деленная на bm. Может быть, мы способны посчитать, что это такое? Что это такое? Разделить на что? А это меньше, чем... Господа, у нас bm по модулю больше, чем дельта. Помните, вот это неравенство? Мы же его доказали. Начиная с некоторого места, bm по модулю больше, чем дельта. Значит, а это меньше, чем... Значит, начиная с некоторого места, вот это будет больше, чем дельта. И это будет больше, чем дельта. Значит, это будет все меньше, чем что? bm-bm-bm, деленная на дельта в квадрате. И что? Если вы хотите, чтобы это было меньше, чем эпсилон, достаточно потребовать, чтобы bm-bm-bm-bm было меньше, чего? Эпсилон на дельта в квадрате. Меньше, чем эпсилон на дельта в квадрате. Но мы же здесь можем дать любое положительное число. Эпсилон умножить на дельта в квадрате это не менее любое положительное число, чем какое-то другое. Согласны? Да. Ну, хорошо. В принципе, конечно, можно было здесь написать там а-н-н, здесь б-а-н-н, но тогда потребовалось бы прием, понимаете, какой, да? Который мы использовали при доказательстве существования предела произведения, да? Ну, в общем, я считаю, что мы все сделали. Мы доказали, что частная двух фундаментальных последовательностей, если знаменатель не стремится к нулю, тоже является фундаментальной последовательностью.